Музыка В канун Дня защитников Отечества в селе Ермолаево состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-летию вывода советских войск из Республики Афганистан. В район Дворца культуры молодость собрались ветераны Афганской войны, родные погибших ребят, учащийся школ села Ермолаево и жители района. Глава администрации Кургазинского района Ахат Кутлу Ахметов, приветствуя собравшихся ветеранов, отметил их героизм, верность данной присяге и выразил слова соболезнования родным и близким пяти кургазинцев, погибших в далекой стране. Особые слова были обращены к присутствующим в зале матерям героев. Искренне разделяем вашу глубокую боль, уважаемая Венера Займолаевна, уважаемая Мензефа Абдуловна, скорых родных и близких. Мы будем вечно помнить подвиг каждого из них, хранить память о павших. Считаем своим долгом заботиться о ваших семьях и воинах, получивших ранения у вещи. В адрес всех присутствующих мужчин прозвучали поздравления с Днём Защитника Отечества. Искренне желаю всем крепкого здоровья, силы и бодрости, духа, благополучия, любви, внимания и заботы окружающих, родных и близких. За активную общественную деятельность и вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи, благодарственными письмами администрации района были отмечены ветераны-афганцы и преподаватели школ. Благодарственные письма с воспитания сына-героя Ахат Кутлу Ахметов вручила матерям воинов-интернационалистов Радика Терегулова и Марата Байгужина. Слова благодарности за мужество и патриотизм ветеранам Афганистана, а также поздравления с наступающим праздником, прозвучали и от военного комиссара Рамиля Харуддинова. Сегодня хочется вновь произнести слова искренней благодарности и признательности воинам, на чьи плечи легло тяжелое премие войны в Афганистане. От имени личного состава военного комиссариата по городу Кумертал и Кургазинскому району и от себя лично поздравляю вас с наступающим праздником Днем Защитника Отечества. Желаю вам успехов, благополучия, мирного неба над головой и здоровья. Вниманию собравшихся был представлен видеоролик о военных-интернационалистах, жителях Кургазинского района и их отношении к афганской войне. Они сами добровольно написали заявление, что они добровольно хотят в Афганистан. И все, у них ответ короткий. А мы вот все эти годы ждем. Рядовой Тереголов был водителем. Во время рейса по маршруту Баграм-Пули-Хумри 3 ноября 1982 года на перевале Саланг колонна, в составе которой он находился, в результате диверсии, совершенной противником, остановилась в тоннеле, длинном и невентилируемом. По официальной версии, во время спасательных работ погиб от отравления угарным газом. За проявленный героизм во время спасательной операции Радик Тереголов награжден Орденом Красной Звезды и медалью от Благодарного Афганского Народа. Посмертно. Мы уходим с Востока. Уходим. 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 Ну, кто-то наиболее яркий поступок там совершил где-то, да, будучи командиром, может быть, и его представили к награде солдат, сержанта я имею в виду, или офицера, да. А кто-то просто добросовестно исполнял свой служебный долг, не прятался. В основном, все люди, выполняя приказы, ничего не требовали взамен, не просили никогда. Никогда я не слышал вопросов, товарищ подполковник, а почему я завтра в рейду выхожу в 5 утра, допустим. Я не слышал никогда слова, почему я. Да. Заслуживает он награды, но как минимум уважение он заслуживает людей его окружающих сейчас. Согласны с этим? Память солдат, погибших в бою от ран и увечий, собравшиеся почтили минуты молчания. Концертная программа праздника была подготовлена артистами Дворца культуры молодость и детской школы искусств. Наша армия самая сильная, наша армия самая смелая, наша армия самая гордая, и святая защитница детей. Детей! С каждым годом конкурс «Мини-Мисс» в нашем городе набирает обороты. Вот и в этом году на отборочный тур конкурса прибыли 20 кандидаток, из которых 7 были отобраны для участия в этом культурном проекте. Семь маленьких и обаятельных претенденток боролись за право носить корону и называться самой красивой девочкой города. Я была как будто бы на празднике, на волшебстве. Мне очень-очень понравилось. Девочки все, все участницы заслуживают самого лучшего. Очень хорошо подготовились. Волшебное дефиле поразило. Все происходящее на сцене действительно вызывало сразу несколько чувств. Умиление, восторг и восхищение. Восхищение, насколько некоторые, уже талантливы. Как умеют двигаться, играть на сцене. Конечно, девочки готовили к этому сказочному шоу. В течение месяца с ними занимались специалисты, режиссеры, сценаристы, вокалисты и постановщики танцев. Дети должны уметь себя вести на сцене, то есть слушать организаторов конкурса, ну и показывать себя, то есть петь, танцевать, все, что они умеют делать. Юным конкурсанткам предстояло пройти несколько испытаний. Для начала им необходимо было рассказать о себе, о своей семье и увлечениях. Это называлась визитная карточка. В танцевальном конкурсе девочки продемонстрировали свою пластику и гибкость. Ну а в творческом показали все свое актерское мастерство. И надо отметить, многие им уже владеют. А у тебя клюет? А когда клюет? А здесь клюет. А почему не клюет? А где клюет? А кто клюет? А где клюет? А как клюет? А кто клюет? А вот так клюет! Я хочу, чтобы я в этом конкурсе выиграла. Я сказала, что все девочки победят. Победа будет у всех, все займут места. На призовое место я ее не настраиваю, чтобы не было такой реакции. Потому что в прошлом году девочки плакали, расстраивались. Ну это просто, для детей это интерес. Я творческий человек, я люблю заниматься танцем. Я считаю, что менее закомплексованный будет ребенок. Проще будет в обществе. Где-то даже сейчас мы пойдем в школу, как бы намного будет проще, в моем мнении. Мы со всеми участницами подружились и стали подружками. Мини-мисс жюри выбирала не только по внешним данным. Учитывался талант, артистизм, словом, все, что называется умением презентовать себя. В результате мини-мисс 2014 стала Есения Елисеевна. Мини-мисс 2014. Бурные аплодисменты, дорогие друзья. Приз зрительских симпатий получила Кира Демишева. Все остальные девочки были отмечены в разных номинациях. Главное, что все участницы ушли с конкурса с многочисленными подарками, призами, игрушками и, конечно, хорошим настроением. Татьяна Сафонова, Ильнур Аминов. Новости. В основной общеобразовательной школе деревни Якупова Кургазинского района состоялся пятый ежегодный турнир по национальной борьбе Курэш в памяти воина-интернационалиста Рафика Серазидинова. Участие в соревнованиях приняли семь команд. Три команды из города Кумертау, Башкирская республиканская гимназия, Республиканского потехнического лицея, спортивной школы и четыре команды из Кургазинского района. Сел Мурабталово, Икшимбетово, Илькинеево, Абдулова и деревни Якупова. Для поднятия спортивного духа юных спортсменов приветствовали ученики школы деревни Якупова. Будучи разносторонним юношей, Рафик Серазидинов оставил о себе добрую память в сердцах односельчан, друзей и учителей. Увлечение спортом, активность и жизнелюбие воспитанника отмечает его первый тренер, а ныне учитель географии и биологии в местной школе Зуфар Батулин. Был жизнерадостным, хорошим мальчиком, очень веселым, любил спорт, занимался лыжами, в районе занимал призовые места, был один раз чемпионом по лыжам, ходил на вольную борьбу, а потом, когда мы перешли на национальную борьбу, был тоже активным участником. Даже после окончания школы ходили мы с ним на борьбу, районные соревнования, которые проводили в Свободе, занимал тоже призовые места, очень хороший, активный мальчик был. Память о земляке-герое у местных мальчишек не только вызывает гордость, но и является хорошим стимулом к занятиям спортом. Я очень люблю борьбу Куреш, мне очень нравится бороться. Я знаю и горжусь Рафиком Сирозидиновым, ведь он мой земляк. Соревнования проходили в 12 весовых категориях, на двух коврах. Все юные участники и победители были награждены почетными грамотами и ценными призами. Я хочу сказать огромное спасибо за организацию этого соревнования нашему председателю СПК «Искра» Рамилу Гняжу Мустафину, председателю Целковского совета Рауфтимир Ханевичу Абдуллину и фермерам с деревня Кензибезова Рахман Гулова Фанису и нашему фермеру Искандару Расилу Вильмяновичу. Большое им спасибо за помощь в организации. Улучшить свои результаты, добиться новых побед спортсмены смогут на следующем турнире через год.